есть идея получше но это правда отличная идея, я думаю тут не поспоришь эта история началась еще 40 лет назад LA, город ангелов находится в Роблоксе, а вы не знали, вы думали в Калифорнии в Роблоксе находится, штат Роблокс Соединенные Штаты Америки Здравствуйте друзья, с вами Декарт и это Крутой Папа, а именно видео Чипса Бизнес Оно идет целых полтора часа Мы конечно все не посмотрим, на две части будет разбито Но все равно видео будет большим, поэтому ставьте лайк и поехали В солнечном Лос-Анджелесе Давай, поехали, погнали Я давно уже на этот видос засматриваюсь Тем более тут тематика, такие разборки Короче, да, это все интересно Я люблю такие фильмы, игры В то время еще не было смартфонов и интернета Но это не мешало жителям Роблокса Наслаждаться жизнью Пофтей Только что-то не видно, что ты тут загораешься Блинноватый В то время все жили мирно В Лос-Анджелесе вряд ли Так, во всех районах города Процветал криминал Ну это как бы очевидно Воровство Вспомним ГТА Сан-Андрес в конце концов И нелегальная карбония Криминал был настолько развит Что у полицейских не хватало сил Справиться с этим пределом Обманули дурака на четыре кулака, да? Самой серьезной проблемой Слушайте, вспоминая о Сан-Андрес Тут как раз вот граффити прямо оттуда Граффити, граффити Балос Это же Балосовский Фиолетовый, но какой-то очень красно-фиолетовый Он более темный, ровный Постоянно воюющий между собой Это все реально Балосы Это чисто Сан-Андрес будет, да? Это реально Балосовский Погнали, срубим бабла Ну погнали, да Ой, не надо, не надо, не надо Сейчас еще авторские права прилетят Нет, нет, это мне не надо Здесь, пожалуйста Выключите эту рэпчину поскорее Вы, йоу Я хочу сам, чтобы я Да, вот сам, чтобы я рэп читал Это можно Мне на самого себя АП не прилетит Грумфстрит Блин, я не зря начал смотреть Походу будет интересно Это реально Балосы Грумфстрит Ой-ой-ой Ями-ями-ями Что-то там с кустяшкой бежит Грумфстрит по лайфу Целью Балоса были продавцы нелегальных колумбийских чипсов Ой-ой-ой-ой Гангстеры знали Колумбийские чипсы это серьезный бизнес Чипса бизнес Это основной источник дохода банды Грумфстрит Вообще-то по сюжету, по-моему, нет По-моему, как раз Грумфстрит не хотели связываться с чипсобизнесом по сюжету Сан-Андреса Свит был против Ну-то надо уточнить Я уже давно играл в эту игру, но я играл в нее немало Даже на 100% Пока еще никто не знал о рейде Балосов О, я был задрот, конечно Ничего не подозревающие барыги продолжали спокойно торговать Да, вот что чипсы с людьми делают Опа Понятненько Ну да, да, я вообще вспомнил Там по сюжету Big Smoke потом начинает чипсобизнесом заниматься в игре И да, действительно, там даже, по-моему, есть миссии, где нужно перекрывать поставки чипсобизнеса Там грузовики надо перехватывать Ну это когда ты уже в Сан-Фьерро находишься И тебе Цезарь Виалпанда звонит Блин, ну реально, классная игра, так как я уже все забыл Конечно, ну многое забыл Все попытки бегства всегда заканчивались плохо Это видно, да? В таких случаях жители района Ну я надеюсь, этот Гроувстритовский Яролаш выживет хотя бы За помощью к СиДжею, главарю местной банды Гроувстрит Реально СиДжея сейчас был? Алло, СиДжея! Тут балосы! Все, не очень похож, если честно Ну ладно, хорошо Окей Сомнительно, но окей Так Все Позапрыгивали, позапрыгивали в свои тачилы Хватит рэп читать мне тут Не хочу я получить АП Сказал же я уже Не хочу АП По своей БАП Так, все, Гроув уже едет, отлично СиДжея, да? СиДжея у нас О, все, до свидания, пацаны, извините Но вы зашли не в тот район Так, все, пинтбольными шариками расстреляли Красного цвета, бывает Мои цветочки Ну все, вы разозлили бабку О, живой Вот это настоящая бабка Сразу видишь, что грустный Судом удалось выжить Да, сразу заметно Пэу, пэу Пэу В этот день Так Чикалупа Как обычно торговала чипсами Это походу С Колумбии приехала, да? На точке банды Латиноамериканская какая-то девочка Ей приходилось заниматься этим грязным делом Несмотря на опасность Попасть за решетку Да у него груши Вообще Так как торговля чипсами Приносила хороший доход И смерть с косой Такая прикольная милика Не давала возможность Прокормить свою семью Женщине приходилось рисковать Что у него за пропеллер Есть? Арбузы? Есть Интересно Так Это у нас что получается Такая конспирация, да? А если реальных арбузов захочет человек купить Как делать? Пошла-ка Бабулька какая-то пришла Такая говорит Арбузы есть Внученька И ей вот это запихивают Что она будет думать потом? Больше не придет Чикалупы Не знал чем занимается его мать Сын Чикалупы Это Чикалупчик Правильно? Он каждый день приезжал Калупчик Чикалупчик есть Чтобы получить какую-нибудь вкусняшку Ох, крутой чел Чикалупчик красава вообще Па-па-па-ра-па Привет, мам Па-па-па-ра-па Здравствуй, сынок Так Угощайся Ему-то яблочко, да? Ему-то чипсику не предложила Ага О, Биг Сноук Ха-ха-ха Настоящий Здорово, малой Я буду вот эту грушу И еще вот этот арбуз И вот это яблоко Примерно 15 апельсин 20 лимонов И огромную бочку апельсинового сока Держи шоколадку О Здравствуйте, мистер СиДжей Шоколадка это хорошо в этой вселенной? Спасибо Что здесь шоколадка обозначает? Просто шоколадка, да? Окей, ладно Как идет торговля арбузами Как идет? Отлично Нормально Если так пойдет дальше Ты получишь повышение А что у них Тоже в Лос-Анджелесе Просто вот такая палаточка Стоит, да? Прям на улице Подходит, что-то покупает В принципе, я там не был Не знаю, может так и есть Ух ты Яблочко со Сникерсом Я так не пробовал случить Опа Тык-тык-тык-тык-тык И что сейчас будешь? Шпионить будешь? Изобитый балос Решил отомстить обидчикам И потрясячий сдал копам Точку продажи чипсов Ах ты негодно Алло, полиция Хочу сообщить о торговле Колумбийскими чипсами Как там говорил Густавов Ринг? Что за человек Договаривается с Диэй Не человек Ты не человек Вот Гуган сейчас А, вот и он, кстати, походу Похож пока не был Не много Не, ну он Не он Он не может работать в полиции Так, ладно Остерегайся, балоса Последнее время Они совсем оборзели Ну да Не то что вы Вы-то святы Не переживай Я смогу за себя постоять Ну да Приходит бандитская группировка Вооруженная там стволами А она Вот с этим На них выйдет И сможет Ой Аж выкинуть Пришлось, да Так, полиция А этот не догадался убежать Что за беспредел Интересно, а далеко Биг Смол Успокойся Это ж СиДжей, да? Правая рука СиДжея Биг Смол Испугался копа Биг Смол Правая рука СиДжея Я скажу своих товарищей Самый ответственный момент Стой! Ну я вам так скажу Когда СиДжей реально добился Высокого поста в Гроув Стрит В принципе Биг Смол Это уже не было Поэтому Немножко Не канон Получается Ну в принципе Они и чипсами не торговали Поэтому Класс Так, так, так Колумбийские чипсы Торгуем колумбийскими чипсами А че такого? А че такого? Товар хороший Офицер Погосту прошел Давайте договоримся Колумбийские лей спринглс Вообще все Все норма Отлично СиДжей Отмазал А, нет Не отмазал СиДжей отмазал Только свой бизнес А ее не отмазал Ну да, как это и бывает Мелких Договорили Мелких сошек сдают А, он хотел ее все-таки Ты глянь Он покраснел прям как Красное яблоко Продающийся Его мама торгует чипсами Он, видишь? Он очень испугался за нее И от отчаяния Набросился на полицейского Отпусти маму Да Отпусти маму Походу такие просьбы не работают С полицией, да? Кажется это не считается Достаточным основанием Когда вот этот маленький Пабло Эскобар Говорит Прости, пацан Я сделал все, что мог Мне кажется, он реально У него, смотрите У него причесан Прямо как у Пабло Тут в принципе-то И на превьюшке Пабло нарисован Может это он В будущем вырастет Я не знаю Как бы, ну Похож Значит, когда я его увидел Как его там Как его зовут? Я забыл Чипинкос Какой-то Или как там Какой-то имечко Такое было Интересно Чипинкос Это вроде как Реальный рэпер Я не помню уже Короче Как-то зовут его маму И я его так назвал Производно Не очень он быстро бежит Конечно Что Сиджея Посадили за решетку Че, выгорает Снимай Что он быстрее Его едет на этой штуке Нехорошо Так Человек сейчас Задыхнется Мне кажется А ты смеешься Голливуд Они прямо Напротив Голливуда Находятся Но это, кстати, не так Все ли по Грего Тассан-Андрес Я помню, где район А где Голливуд Где Гроу-Стрик Где Гроу-Стрик Не так просто Как можно повысить Своё положение В банде Ну-ка, давай Рассказывай Как же ты Че там Собрался повысить Шо он там играет В Дэнди В Дэнди Играют Чел Ты душ бы хоть Принял После своих Пробежек Блин Неуклюжий Биг Смоук Уронил Уронил кресло Теперь я Босс банды А Окей Биг Тесте Ты чё попутал Биг Тесте Где СиДжей СиДжей в тюрьме Теперь я тут главный Как-то узнал, что он в тюрьме Может он тоже бежал Ты же не видел Ты же там трусами отмахивался От полицейского Какой Какой Я босс А вы-то носите мне рабок Какой потрясающий Да вы Леонардо Да 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 Биг Смоук Че Да 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 Прекрасно На Великолепно А где брать Робаксы Ооо Где-нибудь Мне вообще Все равно Бегом Несите Робакс Классный план Вообще Так Братан Я рад, что ты на свободе Вернусь, да? Ну вот и все Смоу С позором вылетел Из банды Гроувстрит Во Вот это уже больше похоже На Как бы Он затаил обиду Но он не вылетал Там из банды Гроувстрит В Сан-Андрессе Но скажем так То, что они си джейм Теперь по разной стороне И поклялся отомстить зеленым Это правильно За такое унижение Да, но вначале Надо сходить в закусочную А потом уже думать о месте Правильно бери смог I'll have number nine To number nine large And number seven Как насчет этого? Малой очнулся Мы не услышим Это жёсткого падения С велика Он отправился домой Сообщить о случившемся отцу Какой-то бедный район Они живут Очень бедный Ага Это мы сейчас на колумбийском На испанском прослушаем На каком? Поп-пап Идриса Нельзя было назвать хорошим отцом Он нигде не работал Не помогал жене А только пил блок си колу У меня лёгкое чувство Дежавю был такой уже Такер звали В сёстрах Что-то у крутого папы Тут таких отцов Хватает Я смотрю в этих анимациях О, карта из GTA 5 Кстати, если чё Как бы персонаж из GTA San Andreas Карта из GTA 5 Малой надеялся Что отец поможет вытащить маму из тюрьмы Папа Маму забрали копы Сделай же что-нибудь Да ему вообще пофиг Это её проблемы Я же говорю Ему больше блок си колы достанется Раньше с ней приходилось делиться О Всё Скибиди Доб Доб Малова очень разозлила Без различия отца Всё, это профессиональная деформация Вижу где-то унитаз Всё, сразу Скибиди Доб Доб Сразу Вот что Ютуб с людьми вытворяет Трус Ты можешь только пить на её деньги Теперь уже не может Её же забрали Денег не будет Блин Он настолько ленивый Ему даже лень было придумать Какое-то наказание Он просто дверь перед ним закрыл Он и так уже в туалете Ну значит наказан тем Что будешь в туалете Всё, короче Всё было кончено Ещё швабрый перепел Парень оказался в заперти Последняя его надежда рухнула Он совершенно не представлял Как теперь жить дальше Блин, суровая, конечно, жизнь у ребят Что поделать? Будем надеяться, что всё изменится, да? У нашего паренька Но мне кажется, он пойдёт По кривой дорожке Был свой район Я это, конечно, не одобряю Они занимались мелкими кражами И грабежами Ага По сравнению с Гроу-стрит Баласы были шайкой тупых отморозков Которые не умели заниматься Серьёзным криминальным бизнесом Ну да А те были шайкой умных отморозков Уже лучше Баласы Баласы Есть такое, да, мужик? Есть такое Понимаете, я прекрасно О, спортзал Это баласы тут занимаются спортом, да? Или это спортзал Гроу-стрит? Ну-ка Чё такое? Куда? Что ты делаешь, мужик? Потащил? Куда потащил? Алё, куда потащил? Некоторые их выходки Были крайне тупыми И непродуманные Да это с... Я согласен Почему бы не попытаться На глазах у трёх здоровенных хачков Утащить штангу? Ничего плохого же не произойдёт После этого, правда? Ну, этот челик дурной, конечно Ну и пошли танцы Пошли танцы, да Ну Так, до ручки Банда Баласа О! Во главе со своим боссом Джибой Как обычно тусовались в своём логове Я подумал, это Филипп Зашёл опять не в ту дверь Похож, вроде Потом будет снова вид Ещё одно видео придётся снимать Филипп, ну шо ж ты нет сам Прекращай Так О! Забили внутрь логова Биг Смуха О! Нормально Босс! Он шпионил за нами Так Это один из тех зелёных Которые завалили наших пацанов Зелёных, да Грин Пис За природу Против колумбийских чипсов О! Что говорил? Зачем ты пришёл? Аа, я понял По методу Саши Белого Пошли Я больше не работаю на Сиджея И? Так Я помогу тебе наладить чипсы бизнес Короче, кидал И мы сможем стать богатыми Сделка с баласом На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Ага Согласен, короче Какой твой план? Давай, согласен Подержи сейчас опять нарисует вот это я биг смог все деньги платите мне удалось завоевать доверие балоса свой план доказывает добыть к лучам у тебя чипсы но это как фильме один дома там у него план тоже дома был там он считал стрелки стрелочки рынке отрисовал этот макалей калкин он было дело по молодой полицейский долбий возвращался домой после ночной смены такой или надо скорее этим ребятам дать которых чипсы стал и мечтал оказаться в своей караване долбит чему так ну что в кроватке значит мечтал оказаться перешагнул через каких-то двух бомжей о барт симпсон прикольно код мурлайн начало до того как стал известным и рыжим все с чего-то жена на долги услышал детский плач который доносился из соседней квартиры понятно там он бежели проверим сидит в комнате скиби дещь юлай в скиби ди комнате синий предлагаю кстати данного введения узкий язык вместо слова туалет называть скиби ди комната до длиннее но интереснее так плачем надо как-то помочь но он был заперт в туалете ты только что сам швамру а то-то-то бал как ты думаешь что случилось даже там банки эти гос так ну давай тебя малыш арестуем будешь рядом с мамой о нет проснулся только нереальность нет надо еще надо еще побить сегодня скользишь у меня окей прийти о спорте алейс классик это не колумбийский это нормальные чипсы да это обычные чипсы которые чипсы я бандиты гроу дарри ехали на стрелку с колумбийской мафии понятно за очередной партии чипса хаги-ваги полицейские увидели хаги-ваги там полицейские не кипишу такого я в сан-андресе не видел так по въезжаем в этот тоннель я его помню да кстати говоря даже принципе предатель самого тоннеля не помню вместе с джибой следили за местом передачи чипса а вот точно такой же челик как этот джиба ехал в принципе в грув стритовской тачки по-моему прям точно такой же только в зеленом нет колумбийская мария уже перед ним поставляла чипсы братья близнецы развлечен развлеченный здесь пабло это пабло я его узнал это он это он сто процентов 3 так и ребята работали только с самыми серьезными группировками роблокса колумбийцы были вооружены до зубов это видно да поэтому мелкие банды типа балоса боялись иметь с ними дело к еще вы смотрите на арсенал более пытаться украсть у них чипсы я помню у пабло было очень много денег настолько даже вроде была какая-то история что когда они где-то прятались от полиции чтобы согреться он этими деньгами то ли костер зажигал то ли печь топил то ли счет я такое когда давно слышал то есть когда уже важнее были не деньги их наличие а просто на свободе остаться пришлось деньги использовать как топливо для огня чтобы не сдохнуть от пола даже деньги что такое полу было может не про пабло искобара слышал городе про него так ну короче все усатый значит наш челик для бизнес воротила собственно осуществляет сделку и все у нас идет по плану я правильно понимаю с вами приятно иметь дело так сейчас мне кажется будет комичная сцена когда они будут эти чипсы короче ну знаете проверять на подлинность скажем так как обычно это происходит в подобных сделках там в боевиках лобисту мне кажется они должны сейчас на зуб попробовать так ну-ка давай передача чипсов прошла успешно вы даже не стали бандиты гроу они просто загрузили отправились к себе на базу а если там и не чипсы а яблоки например накиданы в коробке вы не проверили все чики-пуки бро а там сзади помню big smoke шоу пока они ехали в тачке там сзади бокового зеркала заду стекла блин он же козел как он четко кинула в ежу где в движущийся транспорт попал от неожиданности бандиты гроу стрим ничего не успели предпринять ой неудачное приземление так человек еще и умудрился выпрыгнуть живой пока слушай это шо за такой про профессиональный профессионал такой кто этот товарищ вообще он вообще крут увидели как он все четко организовал о колумбийские чипсы тут чипсов на миллион рабакса добро пожаловать в банду будешь моим заместителем мало смог получается теперь нам надо убрать конкурента понятненько все прав своих лучших бойцов за головой сидж нормально он заместил до заместитель только что взял и главарю короче приказы раздают суде прошел желание него чикалупы чикалупа 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 и грозил огромный срок вы там не бойся всей прокуратуры попробовали чипсинку даялд тюрьмы ого согласен его жалейте ее она просто пыталась прокормить своего ребенка а он чё я не понимаю ты полицейский и вы Или ты Сол Гудман? Ты чё, адвокат, что ли? Где костюм там, я не знаю. Адвокаты в костюмах обычно, они в полицейской форме. Вот это адвокат, да? Это муж, муженёк этот. Пухой её, да? Ну ладно. Я приговариваю Чикалупу к девятнадцати годам тюрьмы. Вот это ты пожалел. Это, может, сама щедрость. Было двадцать, стало девятнадцать. Ну ладно, тебе хорошо. Ну так и быть. Девятнадцать лет и триста шестьдесят четыре дня, да? Маммм, сынок, я тебя люблю. Мда. Окей, окей. И вот с этого момента я чувствую, наш Чикалупчик пойдёт по кривой. А может быть он наоборот станет полицейским? Вот этот вот чел в очках его как-то научит уму-разуму, и он его наоборот в свои правоохранительные органы как-то, да? Нападение бандит позволит ступить. Вернулся на свою базу. Бро, что случилось? Что случилось, бро? Что такое нервный, бро? Ох ты, смотри. На нас напали. Пирушка прям. Выживший рассказал боссу о нападении Баласа. СиДжей был в ярости. Это война. Поехали, надерём им задницы. Ну всё, сейчас начнётся. Да ты в своём-то доме чё-то в потолке стреляешь, бурак. Ага, ага. Всё, поехали, погнали, да. И главное тоже ведь, тоже ведь используют колумбийские чипсы. А не надо этого делать, я считаю. Если вы продаёте колумбийские чипсы, не надо ими пользоваться самим. Карательный отряд Гроувстрит отправился на разборки. Да, чтобы было видно, что тут наша штаб-квартира, почему бы не написать, чтобы все могли зайти. Но тут же бандиты попали в засаду. Опа, опа. Вот это да, слушайте. Баласы явно пока побеждают. Прикольно так эти, вот, рублоксовские перестрелки так забавненько смотрятся. С этими вот скинами, да. Пау, пау, пау. Сиджей, чудом удалось выбраться из-под обстрела. Сиджей, вот как его узнать среди столицы? Головорезы отправились закончить своё дело. Ух, Сиджей, пулемёт достал. Признавайся, Чиркот вводил Сиджей, но признавайся. Но они не подозревали, что у Сиджей был припасён пулемёт. Уже все дыры сошли на земле. Открыли. Перестрелка закончила. Терминатор гетто машин. Надо было заметать следы, пока не приехали копы. Гроувинатор машин, да. Срочно! Нужна генеральная уборка! С бабузину со швамброй привезут она. Ёшкин кот, молодёжь! Шо вы понаделали? Что ты такой? Это чё за? Это чё за Гарри Поттер? Алё, Гарри. Ноль очков Гриффиндору, прости. Это было ужасно. Опа. Музон, музон, музон. Но не надо нам этого, музона. Опа. Музон, музон. Давай лучше Иосифа Кобзона. Да нет, тоже не надо. Я не знаю, не надо ничего. Опа. Пошварись. Да, наверное, авторских простук нет. Живо был очень доволен. Слушай, а ему, кстати, идёт Баласовский костюм. Теперь мы станем по-настоящему крутой бандой. Хорош. Вот это настоящий, короче, лидер банды должен так смеяться. Сразу устрашение вызывает. Всех наших убили. О, нет. Си-Джей выжил. Это ещё хуже, да, наверное? Самое интересное, что погибли все, кроме Си-Джей, с той стороны тоже. Мы накопим силы и разберёмся с ним позже. Какой силой ты накопишь? Да. Это как, я не понимаю. Что такое? Сейчас нам надо наладить чипсы об бизнесе. Ну, погладил. Во, как общаются суровые мужики. Суровые мужики, да. В бандах. Они друга гладят вот так. И как бы, и всё порешали, да. Чётко. Шли годы. Малой рос. Но его жизнь нельзя было назвать счастливой. Ну да. Там чё-то воняешь на столе. Чтобы покупать своё пойло, отец продавал вещи из дома. По ночам шумные собутыльники... Мне кажется, скоро одеяло из этих банок у него будет. И подушка тоже из банок. Короче, надо что-то с этим делать. Жить так нельзя, дружище. Надо что-то решать. Дома всегда был пустой холодильник. Да. А чё они сами-то едят? Я находил голодный. Годами одни и те же три придурка сидят за столом. Чтобы выжили, малому приходилось питаться чем попало. Не-е-е, только не надо этого делать. Ой, блин. Ну, в принципе, знаете, как туземцы там в племенах. Они тоже всяких жучков кущают. Ну, а чё ты ожидал, что это будет деликатес? Он решил сдавать пустые алюминиевые банки. Чтобы покупать еду. И стал миллиардером. Потому что там их столько скопилось, наверное. Я думаю, Джефф Безос пододвинулся немножко после этого. Вау. Как классное место. Здоров, мужик. Ой-ой-ой. Не очень. Не очень пока, да? О. Таких маленьких денег ещё не изобрели, да? Сейчас хочется сказать. Допустим. Так, и на что же мы это потратим? На три крошки хлеба или на четыре? Просто интересно. А, сладкое, да? Чё, а тебе бы нормально поесть не мешало там. Не знаю. Опа. Пироженка. Да-а-а. Да мало этого будет. Ммм. Сейчас он даст ему аналогичный товар за такую сумму. Вот, да. Вот, вот это твой товар. О-о-о-о. Так, и что ж это такое? Это булочка какая-то, да? Ну, тоже неплохо. Ой-ой-ой. Блин, я подумал, что машина на него едет. Слово, его сверстники жили беззаботно. Родители обеспечили всем необходимым. Ну, нормально, можно и попрыгать в свободное время, когда есть что пожрать. Ничего себе ты резко так. Сейчас станет королем танцового, что ли? Чё такое сейчас? Тут нужна какая-то другая музыка. Иди отсюда, нищеброд. Никто не хотел общаться с ним. Некультурно. Все считали его изгоем. Это мы уже переносимся. А, нет, это он. Взять дело в свои руки. Газета? Молодец. Чтобы зарабатывать хотя бы на еду. Хорош. Он начал развозить газеты. Работает человек, правильно. О-о-о-о. Ай. Ай. А-а-а-а-а-ай. Вот и пообщались. И нормально, в принципе. Хороший мир. Время так легко вообще все разногласия. Просто. Ну-ну-ну-ну. А-а-а. Иди все, и все разобрались. Так. Классный велик. Вот, ребят, неужели вот он был еще слабый. Вот этот человек, которого стоит пытаться воровать, у него и так ничего нет. Я не знаю, где он велик достал. Уже и велик забрали. Да что ж ты будешь делать? Я думал, он сейчас упадет. Упал. Как раз вот куда тебе надо, туда и упал. Молодец. Слушай, даже не пришлось арестовывать. Сам влетел. Ага, ага, ага. Все затряслось, да? Так. Малой, тебе надо научиться постоять за себя. Ну да. Это говорит явно человек. Запишись в качалку. Вот по его внешности сразу видно, что он за себя, наверное, может постоять, да, этот парень? Ага. Ага. Ну-ка, давай запишемся, что ли. Только, да там платить надо за качалку. Проблема. Малой прислушался к совету Доби. И решил начать тренироваться. Ага. Ого. Это СиДжей, нет? Я просто не знаю, может он без повязки. Они все одинаково выглядят, поэтому. Это вполне может быть он. Ага. Ну, разумеется. У него получилось договориться с хозяином качалки. Вместо оплаты за занятия, он мыл полы по вечерам. А, ну, кстати, тоже неплохо. Поначалу тренировки давались ему тяжко. Пустой гриф не может подняться. Сколько ему лет? Интересно. О! Заодно еще можно шкаф протереть, да? Мне только полы. Сейчас тебе качки, конечно, покажут. Да, да, не мелочь и жизнь вообще нормально. Все равно там кусты или что? Я не понимаю. Как можно было не ощутить вообще? О, я-я-я-я. Ну, слава богу, Польк не стал. И то радует. А этому вообще норму. Ну, еще пять штанг на голову упадет. Ты нормально. Как разница? Парень втянулся и с помощью упорных тренировок стал гораздо сильнее. Ох, ничё себе. Чтобы научиться драться, малой начал заниматься боксом. Забавненько они вот этими квадратиками, да? Так тысяч, тысяч, тысяч. Такие движения прикольные в этих анимациях. Тренировался на протяжении многих лет. Молодец, 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 да? Ба-ба-ба, все, победа. Ну, это реально растет. В эти годы жизнь малого состояла из учебы в школе. Криминальный товарищ. Тренировок. Или крутой полицейский. И уборки спортзала. Он за себя всерьез взялся прям по всем фронтам, видите? Чистенький тих. Так. Мне только не просто попашь. Попаш. Банк Лос-Анджелеса набирало обороты. Гангские выкоролись за территорию. В такой вот маленькой улочке стоянки-то мешке, где вы их взяли вообще. Не понимаю, как это все организовывалось? Ух, я не. Да. Чисто они за это здание, а не за это здание. Да, два здания. Короче, банк прям подсоседствует, да? О, все, все, все. Ба-ба-ба. Так, и перекрашиваем, да? Красиво они пишут. Нелегальная чипсо-торговля достигла невиданных масштабов. Да, пошли, пошли канцерогенчики, да? Когда обе банды занимались чипсо-бизнесом, началась жесткая борьба за клиентов. Один плюс один равно три. Продажа. Один бесплатный. Давай тоже. Два плюс два равно десять пишу. Сейчас. Из-за конкуренции между бандами происходили перестрелки. А можно, оказывается, скидки не предлагать. Просто уничтожить конкурентов, как говорится. Че бы нет, да? Ой-ой-ой. Косоватенько как-то они. Ой, мама. Звуки, конечно. Сика плохо заканчивали. Ничего себе, они мост обрушили со своими разборками. Да, ребята, вы что гоните? Что творите? Big Smoke решал все вопросы банды. Смотрите, там у них практически карта-то. Все, все под Груз-стрит. Джиба полностью доверил ему контроль. Ага. Видимо, напрасно, судя по карте. В отличие от Джибы... А где там эти? Лос-Сантос, Вагос, Вариус, Лотс, Ацтекас. Где они? Этих банд вообще нет? Сиджей рулил делами банды самостоятельно. Так. Это он, да? В повязке. Валосы постоянно пытались его убить. И никак не получалось, да? Чтобы забрать основные районы города... Э, в камеру-то что стрелять? В свой контроль. Камерамена убили. Ну куда это годится? Что камерамена-то трогать? Он пытался заснять ваши документари. Докюментари хотел снять. Ваши разборки. Для своей безопасности Сиджею приходилось нанимать новых телохранителей. Паф-паф-паф. Ага. Все. Разобрались. А то, что там телохранитель сзади лежит, мне вообще плевать. Господи. Нам же не нужно его забрать с собой. Отвезти родителям, там, не знаю, чтобы они похоронили. Не-е-е, все не надо. За какая разница? Все. Просто идем дальше. Просто идем дальше. Нормально, дворник уберет. Тетя Галя с утра придет и подметет. И хорошо. Телохранители очень быстро заканчивались. Да. Свойство такой телохранитель, да? Сиджея, ты уверен, что они тебе нужны, телохранители? Ты, по-моему, сам неплох. Телохранителям твоим нужны телохранители в виде тебя. Сиджею пришлось нанять элитного телохранителя из Японии за огромные деньги. Там в Сан-Андресе есть миссия, где надо проникнуть на корабль. Там плавать надо, короче, и проникнуть на корабль. И там вот такой вот ниндзя потом в конце тебя ждет. Вот это, наверное, и есть, да? Это его сын был. По сюжету. Так. Ага, окей. Все. Наняли. Теперь, если что, он будет мечом отбивать пули, да? Ну-ка, давай. Покажи, как ты это делаешь. Да, так и есть. Телохранитель быстро оправдал свою стоимость. Вообще четко. Хороший мальчик. Куда мальчик? Это мужик здоровый. главарь банды почувствовал себя в безопасности. О, пацан, пацан. Сейчас они встретятся, да? Наконец. Успокойствие СиДжея было недолгим. Ну и он нарвался на очередную засаду Баласа. Да. С таким парнем не пропадешь. Смотрите, реально едет на двух колесах. Ох, четко. Так, ну, немножко подвел, да. Немножко подвел. Но это обстоятельства. Вы все видели? Прячься назад, давай, втягивайся в автомобиль. Ты куда так? Куда так бежишь? Это он специально? Нормально. Не, слушайте, это крутой чувак, конечно. Малой, это ты? Я удивлен. Ты спас меня, несмотря на обиду. А, они же... Блин, они уже виделись, точно. Он же, мать там его, это самое, короче, брал там с нее деньги за чипсы, помню, помню, помню. Давай к нам, в банду. Я уже забыл. Да, они же уже не впервой. Точно, и вот он сейчас пойдет к ним в банду, только надо велик. Возьми хотя бы денег на новый велик. Ха. Ну, денег надо взять. Велик-то из-за них пострадал. Если что, приходи. Малой не хотел принимать подачку от СиДжея, но велик был нужен для работы. Ну, да. А вон стоит велик, можно сразу купить у кого-нибудь человека, как раз велик хранит. Так. После встречи с СиДжеем, Малой вернулся домой. Я бы, я бы снял отдельную квартиру себе, наверное. Чтобы отец не нашел его деньги, он спрятал их в надежное место. Правда? Ну-ка. Увы. На этот раз отец спалил его тайни. Вот хитрожопый. Ой, малой. Перепрячь. Перепрячь. Еще все пропьет это свинья все пропьет по-любому. Сейчас он этот уснет, а этот проснется. Ну, конечно. Классик. Классик. Он же козел. Интересно, сколько там всего собрано уже за все время? Он, небось, столько в жизни не держал в руках. Я понял, куда он бежит. Сейчас куча банок будет, да? Прямо просто вот самосвал с банками подъедет. Вонючие алкаши быстро потратили все робаксы на блок с Николу. И на гармофоб. И устроили веселую вечеринку. Ну, поехали. Сейчас будут танцы, да? Да. Папар у тебя па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Ах ты пьяная скотина, шо ж ты понагелала, бабки все потратила, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ах какая ж ты свинота дать быть тебе побожке. ну собственно так и произошло прям так и произошло на ты украл мои деньги короче сейчас он тебе покажут он же занимался ненавижу тебя ненавижу а он живой хоть останется малой прекрати что ты творишь да так ненавижу этого алкаша разминаемся не надо это ошибка не надо а в конце он потом покаяться и вернется опять к этому полицейскому полицейскому что-то я же тебе говорил не надо было этого делать но ничего теперь ты будешь работать в полиции надо подумайся кому-то и он же убежал все убежал уже некому уже откричать все уже нет его ушел малой угнал ускакал продажи колумбийских чипсов приносили балосом огромную прибыль штабе балосов стояли на романс наполненные ящики робакса там прямо хорошо украденной партии чипсов прям толку линку она собирали денег тут-то никакой пьяный алкаш не украдет big smoke держал в руках последнюю пачку и думал что же делать дальше а ты не думал как все карту фиолетовый сделать я убеги благодаря тебе мы стали богачами до дай 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 этого то самое воровали там штанги в спортзала но это последняя пачку давай закажем новую партию логично давно надо было этим заняться нет в этом городе они работают только с гроустрит одно лишь упоминание о вражеской банке привело боссов я вас теперь куча денег они могут работать и с вами вы выйдете выйдете на пабло и поговорите с ними что что вы как дети малые попробуйте предложить более выгодную получше свои чипсы делать но это правда отличная идея я думаю тут не поспоришь а это плана прям зачитал план развития чипса бизнеса дип чипсы с вами мы будем покупать но сами не будем в пищу их употреблять эти все чипсы будут для лохов а мы будем играть роли пастухов которые стадо это чипсов направляют они потом эти чипсы употребляют а мы короче очень сильно богачи так что давай-ка под мой ритм прыгай и скачи си джей сетовал на сложности в их криминальном бизнесе нам не хватает верных гангстеров говорить самый разгар собрания вот и собственно самый верный джей самый гангстер мне нужна работа он изменит все в нашем бизнесе этот малолетний пацан который которому я дал деньги недавно на велик до 100 процентов как раз вовремя серьезного пожаловать вы его не слишком переоцениваете товарищи так ну ладно хорошо допустим джей начал вводить малого курс дела так арбузы арбузы не заказывали да он обучил его как собирать роботов арбузы предпрячь контрольных банде продавцов колумбийских чипсов ковбой майк какой-то у нас тут как закрашивать вражеские графики на это я помню этому меня тоже когда-то давно учил свит в игре gt астон андрес и конечно же стрельбе из оружия это не приехали у малого сперва возникли проблемы ой паре блин обезли неплохо сперва бедная птичка птичка пала жертвой короче некачественного обучения огнестрел малой печальный все тонкости чипса бизнеса ну ему не давал покоя один вопрос слушай а в чем прикол этих колумбийских чипсов джей рассказал малому так все о колумбийских чипсах эти чипсы настолько вкусные что вызывают состояние эйфории поднимают настроение и снимают стресс но этот кайф вызывает привыкание я вот как-то никогда особо прям чипсы не любил честно до меня меня никогда так не было я на я мог эти чипсы там даже когда я их ел есть там раз в месяца два-три может быть а сейчас вообще уже не ел эти чипсы не знаю больше больше наверное года уже или девяти месяцев улица вот ему очень грустно очень грустно по этой причине эти чипсы запрещены в роблоксе понятная колумбийская чипсотехнология по первым пунктом в плане пикс молка похищение школьного учителя ими на это задание полоса уолтер-вайт его так и зовут да он там внизу написано учитель химии это он о волна вы будете заставлять его делать качественные чипсы 99 процентов качества точно все потащили да ты попал дружище о пошел тарантиновский ракурс из багажника химика прошло как по маслу на деньги заработанное с продажи колумбийских чипсов балосы построили подпольную химическую лабораторию о минделеевский второй пункт плана биг смоука ты уверен что она того стоила уверен бро ну короче ребята сейчас посерьезки возьмутся за чипса бизнесе от конкурентов не останется если да все мы знаем что станешь балосы они должны проиграть балосы должны проиграть это закон должны победить пацаны из гроу стрит ничего не знаю когда не понимал химию да я думаю что ты никогда и язык то свой не понимал английский до лос-анджелесе да и математику ты вряд ли понимал и мне мне кажется и ну даже 224 ты не знаешь куда тоже поэтому как бы чё удивительно так конечно вот вот что поднимает химика так а где джесси джесси где он без джесси я не буду готовить снежок успокойся мы предлагаем тебе раб не снежок это другое это комик там в комедий клубе такой есть это вы не того взяли какую по твоей специальности биг смоук объяснил нужно научить полный класс геттовских бандитов как собственно понимать химию вы глаз вам сейчас соберем выше к обучению что они построили эту лабораторию специально для того чтобы здесь можно было производить химическую копию колумбийских че понятно понятно но им нужен хороший химии сам олсом правишься я всегда мечтал о своей лаборатории чем ты понял чем тебя просят заняться ну окей ладно хорошо в принципе и чипсы на я тоже всегда любил поэтому давай ням 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 да химик волтер уайт незамедлительно приступил к изучению химического состава колумбийских чипсах после получения необходимого раствора судя по этому цвету из говна не какого-то он и провел несколько технических манипуляций так сейчас разогреет и чипсинка да 1 0 чё там будет чипсинка химическая копия колумбийских чипсов была у него на руках готова ну на вид такое себе а почему она красная я слегка улучшил состав круто даже ну давайте попробуйте что ли собирать роботов поймете что продавцов колумбийских чипсов поймете что получили зеленая одежда участника груз 3 вызывала у прохожих трепет и уважение парень ощущал себя на улице как рыба в воде то есть любой кто просто надел зеленую какую-то футболку он сразу становился уважаемым человеком и ему попались те самые гопники которые однажды пытались отобрать у него вела и у них уже борода выросла поздравили тоже узнали свою для на них было не помню смотри футболка а у другого какая футболка рука я не посмотрел а тут какой-то мопе дай-ка покататься офигел да офигел мажь купил в банду и стал крутым община стер показал гопника работа чему он научился за последние годы ого ну жестко крутой парень конечно стал новенький мопед стал его боевым трофеям отомстил так отомстил обидчиком торговля колумбийскими чипсами шла как обычно продавщица не подозревала что за ее . наблюдают копы из чипса контроля чипс чипса контроль с парнем один будет такой лысый чувак сейчас главный да его будут звать хэнк прям чувствую сейчас проверим малой подъехал к точке чтобы забрать долю своей банды копы как они этого и ждали нет у хэнка это он это не парик погнали чипса контроль выехал из укрытия начала погоня сосреди как быстро было быстрее как быстро побежал готова на поворота нормально он то выиграл опор от стены как этот принц персии четко вообще неплохо так малой спасся от погони узком период но молодец этот неприятные случаи сбежал ставил малого призадуматься о мы находимся на санта-моника к своей безопасность пирс он английский сантимарий собирать робаксы по старинке слишком опасно а в это время до штаб-квартиры гроустрее дошли плохие но как он тут немножко вот смотрится смотрится странно этот чеху он надо вообще куда-то сводит какую-то пустоту он вообще не понимает где он просто моя цель защищать защищать в общем как у него получится защищать увидим ребят следующий раз пока на этом все если это видео понравилось кликайте сюда вот тоже на крутого папу моя реакция на его видос вторая серия финал будет как-нибудь потом в общем ставьте лайк кликайте сюда еще раз повторяю всем счастливого удачи пока увидимся вот тут